Авиакатастрофы в Казани Заявил Марат Зарипов Боинг 737-500 авиакомпании «Татарстан», выполнявший рейс из Москвы, разбился сегодня около 19 часов при заходе на посадку в аэропорту Казани Погибли 44 пассажира и 6 членов экипажа Среди погибших сын президента республики Татарстан Ирек Мениханов, а также глава управления ФСБ по Татарстану Александр Антонов Кому перейдет функция защиты прав потребителей на федеральном уровне в условиях нерешенной судьбы Роспотребнадзора? Этот вопрос стал самым актуальным в рамках 9-й международной конференции «Предприниматель и потребитель. Шаги навстречу» Организованной ассоциацией прямых продаж и международной конференции «Обществ потребителей». После изменения структуры правительства РФ в 2004 году функции по защите прав потребителей перешли от Министерства по антимонопольной политике к новой федеральной службе Роспотребнадзору Несколько лет потребовалось на формирование эффективной системы надзора в области защиты прав потребителей, причем независимый статус был получен лишь в мае 2012 года Вопрос о будущем Роспотребнадзора и о сохранении функции защиты прав потребителей на федеральном уровне сегодня вновь открыт «Любое ослабление позиций Роспотребнадзора в правительстве РФ, а именно сокращение функций контроля или лишения ведомства независимости от других министерств Приведет к росту нарушений в области прав потребителей, прежде всего в сфере финансовых услуг, а также и безопасности продуктов питания Заявил председатель правления конфедерации «Обществ потребителей» Дмитрий Янин Закон о защите прав потребителей, принятый в 1992 году, доказал на практике свою значимость Однако потребитель до сих пор сталкивается со сложностями в процессе отстаивания своих прав, поскольку обращение в суд требует определенных усилий и знаний Именно поэтому основные проблемы кроются не в законодательстве, а находятся на уровне правоприменения Важным дополнением государственных институтов является деятельность саморегулируемых организаций, которые добровольно внедряют правила и стандарты, регулирующие взаимоотношения с потребителями Такие правила иногда существенно строже, чем это установлено законодательством, а контроль со стороны бизнес-объединений может оказаться более действенным Важным дополнением государственных институтов является деятельность саморегулируемых организаций, которые добровольно внедряют правила и стандарты, регулирующие взаимоотношения с потребителями К сожалению, несмотря на то, что различные бизнес-ассоциациями принято множество профессиональных кодексов, не все из них применяются на практике. Одним из немногих позитивных примеров может служить Ассоциация прямых продаж, которая имеет многолетний продуктивный опыт саморегулирования и претензационной работы, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Гемельянов.